Всё было с Дмитрием Быковым Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Дмитрий Быков в программе «Всё было». В этой программе мы рассказываем о том, что у каждого современного события есть какой-то исторический или литературный аналог. Ну, конечно, главным событием этой недели было историческое, правда, уже не первое, погружение Владимира Путина на дно, как бы вслед за рублём. Правда, в отличие от рубля, Владимир Путин довольно быстро достиг дна и поднялся обратно. Очень много, как всегда, как и всякий царский жест, это погружение возбудило неожиданных толкований. Нам же, прежде всего, приходит на ум легендарное погружение Александра Македонского в стеклянном кулаколе на дно морское с тем, чтобы покорить ещё и стихии. Поскольку он покорил уже весь видимый и невидимый мир, ему осталось побывать только в воздухе и под водой. Михаил Кузьмин в деяниях Александра Великого посвятил этому событию целый парадокс. Велев привязать к канатам стеклянный сосуд и к тонкой верёвке серебряный колокольчик, король велел подвести девушку. Она была мала и смугла, испуганно озиралась и звалась Хадиджа. Родители, доктор и жрец поклялись, что она девственница. Александр сказал ей, держи этот канат, покуда ты чиста, сосуд не потонет. Когда позвоню, тащите верёвки из воды. И вошедший в яйцо стал опускаться в пучину. Зеленоватый полусвет, видный сквозь стёкла, окружил царя. Рыбы стрелой умчались с глубины навстречу Александру. И большие чудовища медленно перебирались с места на место. Царь зорко смотрел, как большие рыбы пожирали меньших, чтобы самим быть уничтоженными чудовищами. Здесь у Кузьмина, конечно, правительский намёк на придворную ситуацию. Зелёными выпуклыми глазами смотрели через стекло на царя гады, подплывая близко, любопытствуя к сосуду. Ну, поскольку дело происходит в Крыму, где таинственным образом исчезли деньги, это тоже можно рассматривать как пророчество. Вдруг корабль подводного пловца стукнулся о коралловый грот, из которого выплыла женщина с зелёными косами и чешуйчатыми ногами. Лик её был страшно грозен. Вероятно, это была инфляция. Ниже уже виделись чешуи Левиафана, как сильный толчок потряс сосуд, который не мог подыматься. Наклонившись, Александр заметил маленького чёрного гада, вроде рака, который, вцепившись в гладкую стену, прилежно грыз стекло, так что вода уже тонкой струйкой пробивалась внутрь. Это, естественно, пятая колонна. Когда Александр схватился за тонкую бечёвку, сосуд быстро стал подыматься с бледным королём, не смотревшим уже на заблестевшие пространства. Когда его подняли на берег, луна стояла в зените, освещая два трупа. Девушка Хадиджи и высокий солдат лежали там. Александр подошёл и узнал, что, когда все утомясь бдением заснули, девушка отдалась первому подошедшему и выпустила царский канат. «Сколько времени пробыл я на дне?» «Два часа, государь. Два часа не продержалась крепость единственной чистой девушки», сказал царь в раздумье и в сопровождении толпы, направился в столицу. «Слава Александру, покорившему стихии!» Восклицала толпа. Ну, собственно, толпа примерно эта. И восклицала в Крыму, сопровождая ещё это криками, «Как хорошо, что вы наш президент, Господи!» Ну, это напоминает классическую репризу из «Принцессы Турандот». Одна женщина мне сказала, что я похож на Иисуса Христа. В троллейбусе она воскликнула, «Господи, куда ты прёшься?» В общем, если подвести итог этой версии, получается, что покорение стихии имеет как бы ещё и высокий правительский смысл. Испытать остававшихся на берегу. Чистейшая из девушек не дождалась Александра, тем вернее и надёжнее свита нашего покорителя стихии, которая за время его отсутствия вела себя исключительно прилично. Но приходится вспомнить и другую, куда более русскую, куда более, если угодно, импортозамещенческую версию. Речь идёт об Иллине «Садко, богатый гость». Ведь Садко, собственно, оказался на дне, потому что морской царь потребовал некоторой дани от богатого Новгорода. Пока Садко не бросился к морскому царю, корабли никуда не шли, застыв в воде, как в какой-то киселистой субстанции. Только прыжок Садко на дно позволил выйти из этой стагнации. В этом смысле жертвенное погружение богатого гостя Садко следует рассматривать, видимо, как царскую жертву, архетип которой присутствует в культурах очень многих народов мира. Кстати говоря, установлено, что прототипом богатого гостя Садко был герой французского эпоса «Ароландия Садок», который бросился на дно для того, чтобы выкупить тем свои корабли. Но, разумеется, вариант Садко сугубо импортозамещенческий, гораздо убедительнее. Мы понимаем, что спуск царя на дно, тем более в Крыму, казалось бы, ни по каким геостратегическим соображениям не нужный, призван, если угодно, выкупить застывшую, недвижущуюся никуда Россию у морского царя. Как только он достигает дна, корабли сразу начинают шевелиться. И нам не важно в этом случае, что рубль пока продолжает опускаться. Конечно, если бы вместе с Владимиром Путиным всплыл и рубль, я уверен, что обоих приветствовали бы с одинаковым восторгом. Но сам факт погружения, сам факт царской жертвы доказывает нам, что в скором времени наш корабль, вероятно, двинется куда-то далее. Как видим, историческая аналогия помогает нам в ситуации опускания на дно увидеть благородную жертву и высокий оптимизм. Редактор субтитров А.Семкин